Так, ну вот, я нашла более тихое место. Переговорную комнату мне не дали, поэтому я зашла в детскую комнату. Не обращайте внимания, что сзади тигр. Теперь, слышно ли меня? Валя, скажи, пожалуйста, хорошо ли меня слышно для того, чтобы продолжить это действие. Потому что тема, привет, Ярослав, это тема сегодняшнего эфира. У нас суставы, хрящи, связки, почему все это начинает болеть, как это мешает нам жить и как от этого избавиться. Эфир будем вести со Светой Получевой, экспертом компании Girl Club. Она уже подключилась, я сейчас быстро свою историю. У меня достаточно много физических травм из-за спорта. И на самом деле я всегда задавалась вопросом, ну, почему так происходит? Ну, я же вроде нормально там разогреваюсь и тренируюсь правильным спортом, но постоянно травмируюсь. Никто не мог найти ответ на этот вопрос. В общем, травмы были и достаточно серьезные. Это плечо, это сломанный копчик, оба колена, тазобедренный состав. И, собственно говоря, связки коленостопа. Одна разорванная, другая разрезанная. И все это... А, ну и выбитые сломанные пальцы, естественно. Все это, естественно, болело постоянно. Приходилось пить обезболивающие таблетки. В самолете летать на такой подушке, знаете, под шеей только я на ней ягодицами сидела. И стюардессы очень сильно удивлялись. Я говорила, ну, я не настолько дура, я знаю, где шея, где жопа. Просто так надо. Так, у меня сережка бьется об наушниках, и это сильно мешает. Поэтому я понимаю, что такое ежедневная перманентная боль в суставах. И, к сожалению, на лучевой терапии было достаточно сильное облучение, большая доза. И у меня было 15 случаев, и в середине я уже практически не могла ходить от того, как сильно у меня болели суставы. То есть мне приходилось опираться на руки для того, чтобы встать с стула, да, или выйти из машины. И я, естественно, не могла там руки назад, вот эта вся история. Врачи сказали терпеть два года, и неизвестно, как это все дело будет восстанавливаться. Ничего мне, собственно, не говорили. Терпеть два года в 30 лет и ходить на костылях как-то мне не очень хотелось. Я все-таки девочка активная, красивая, да, и замуж хотелось бы выйти. А там как-то, знаете ли, активность нужна. Вот, поэтому мне это все было неинтересно. И я позвонила Свете и спросила, что же мне такого сделать, чтобы у меня прошла боль в суставах, и от чего она, собственно говоря, идет. То есть для того, чтобы понять, как от нее избавиться, нужно понять, почему она началась. И вот сейчас я хочу, чтобы Света это все рассказала. Откуда, да, что такое составы, почему это все дело у нас. Света, привет. Привет, привет. Да, давай начнем с того, что такое составы и почему происходит боль. И почему, собственно, я вот начала эфир, да, что я раньше занималась спортом, и, конечно, я не пила никакие витамины, там вообще не следила ни за кодом клетки, ни за обезвоживанием, и постоянно травмировалась. Постоянно, постоянно, хотя разогревалась. Вот первый вопрос, что такое сустав, и второй вопрос, почему многие люди травмируются, хотя вроде как хорошо разогреваются. Да, это действительно очень такой актуальный вопрос. И опять же, если кто-то думает, что это возрастная, да, ситуация, нет. У детей, особенно те, которые в спорте, у них очень сильно поражаются суставы. За счет обезвоживания организма, конечно же, за счет нехватки клеточного материала. То есть идет быстрый-быстрый расход клеточного материала, да, организм не успевает восстанавливаться. Не из чего взять этот строительный материал. И в первую очередь, конечно же, страдают суставы, потому что они здесь подвержены более мощной нагрузке, да, вот если мы говорим вот именно о спорте. Но за счет того, что суставы слабы, идет нарушение выработки гиалуроновой собственной кислоты. А что такое гиалуронка? Все о ней понимают как о красоте, да, то есть относящиеся именно к этому термину. Но, к огромному сожалению, мы не полностью осознаем ценность гиалуроновой кислоты для нашего организма. То есть какая задача у гиалуронки? То есть ее основная задача истинная — это просто привязывать воду, да, на себя брать эту воду и делать гелеобразное состояние этой воды. То есть не то, что она вот прям в жидком виде вода, да, а именно гелевое состояние. Что такое наш сустав? То есть это две костяшки, между ними хрящ, да, между ними хрящ, они не соединяются вообще, две кости, да, и там получается синавиальная сумка, да, вот, то есть хрящ, вот две кости, на них хрящ нарощенный, да, и чтобы он не стирался, он получается между вот этими частями кости синавиальная жидкость. Вот она именно и дает возможность распределению равномерного давления на кость, да, соответственно, дает распределение равномерное всей нагрузки на наш весь скелет. Это дает возможность, что не стираются хрящи, и тогда у нас со здоровьем всё в порядке. Тогда у нас движение суставов абсолютно свободное, нет никаких перетираний, и человек, можно сказать, с молодой походкой, да, он абсолютно может нормально двигаться, даже если он попал в какую-то ситуацию, где идёт чуть деформация, да, вот, ну, как-то неправильно наступил, но за счёт того, что синавиальная жидкость едет в достаточном объёме, там гиалуронка всё натянула на себя, хрящи все целые, то, соответственно, травмы не будет на суставах. А когда у нас нагрузки нету, да, то есть не хватка гиалуроновой кислоты, а безвоженный организм, то, соответственно, хрящи стираются, и уже вот этот болевой синдром, да, когда стёртые хрящи, и уже начинают стереться у нас кости. И это то же самое в молодом достаточном возрасте. Вот эти вот опасности. Я правильно понимаю, что есть, ну, предположим, там, автомобиль, да, есть какие-то гайки, которые смазывают маслом, чтобы они не скрипели? Да, верно. И, по сути, наш сустав – это вот такая же, ну, две гайки, которые должны смазаны быть вот этой гиалуронкой, вот этой вот жидкостью, вот этой вот замудрённой вот этого слова, да-да-да. И когда этой жидкости не хватает, получается, что как масла не хватает, и сустав начинает скрипеть, и это, собственно говоря, даёт боль. Да, да, конечно, абсолютно верно. И у нас вот надо просто опять же понимать, организм – очень умная система, но тем не менее с возрастом выработка своей гиалуроновой кислоты снижается с 20-летнего возраста. Вот представляете, до 20 лет у нас достаточно её, после 20 лет она катастрофически снижается. И к 60-летнему возрасту выработка собственной гиалуроновой кислоты доходит до 10%. То есть, представляете, что хроническая просто нехватка. Но гиалуроновую кислоту же ещё часто колят в лицо, чтобы быть красивой. И получается такой момент. Ты сказала, что гиалуроновая, она в воду, ну, как бы вот… Да, она на себя сомневает. То есть, получается, вот он ответ, почему, когда девочки закалывают себе щёчки, личико, мордашку, у них лицо как будто отёкшее, потому что она берёт на себя воду. Окей, мы забрались. Но так если гиалуроновая кислота – это красота. Соответственно, когда мы внутрь пьём гиалуроновую кислоту, мы не только смазываем свои суставы, чтобы они не скрипели, но ещё и красоту свою восполняем. Конечно, однозначно, да. То есть гиалуроновая кислота будет работать сначала на суставы, сначала на восстановление сердечной сумки. Да, тут тоже очень важно, чтобы гиалуронка была. Сердце у нас тогда не будет дряблое, оно будет работать как молодое. И эта молодость изнутри, оно очень-очень важно. Это, опять же, сосуды тоже, да, гиалуроновая кислота очень-очень важна в них. И потом уже в самую последнюю очередь у нас гиалуронка идёт на красоту, на тургор кожи. Причём тургор кожи всего тела, да, не только лицо. Когда мы идём в косметический салон, то мы делаем это тоже точечно только, да. Вот мы лицо накололи. И организм же опять, он заберёт именно туда, где её хронически не хватает. И почему уколы имеют где-то вообще краткосрочное действие, да, где-то вообще практически вот этот отёк сошёл, и опять надо идти подкалываться, то есть быстрый расход гиалуронки. И многие женщины как бы относят это к некачественной гиалуронке, либо неправильно сделанной уколы, либо ещё там что-то. А на самом деле организм просто забрал её на сердце, на наше зрение, да. Опять же, что такое наше зрение? Это гиалуроновая кислота, которая поддерживает в глазу как раз-таки гелеобразное состояние, за счёт чего фокус глаза, он правильный. И это наша чёткость зрения. Как только гиалуронки не хватает, там становится много воды. И как вот мы смотрим, ныряем, да, в воду, и через воду мы смотрим, вот всё расплывчатое абсолютно, как бы чёткости зрения нет. Вот то же самое становится у нас внутри нашего этого глазного яблока. Поэтому поддержание зрения, да, тоже очень важно, наличие гиалуроновой кислоты ещё и там. Вот, то есть её вот огромная-огромная функция в нашем организме. Поэтому мы её чуть-чуть недооцениваем, используя только для красоты женщины. Ну, то есть, если её не колоть, если её, допустим, не колоть, а пить внутрь, то получается, это будет круче, потому что ты и на суставы, и на связки, и на хрящи поможешь, ещё и одновременно станешь впоследствии более красивой. Поэтому, конечно, это убиваем двух зайцев одновременно, восстанавливаем суставы и, собственно говоря, становимся более красивыми без уколов. Да, да, конечно. Тут помимо этого суставы все до единого, которые у нас находятся в организме. Представляешь, вот употребляя вовнутрь, мы не один сустав, опять же, те, кто с заболеванием суставов, они прекрасно знают, что такое уколы, то есть в сустав прокалывают, опять же, гиалуроновую кислоту, пытаясь натянуть на один сустав вот эту вот жидкость и как-то облегчить ситуацию. Это, во-первых, очень болезненные уколы, они дорогостоящие, они кратковременные. Это один сустав. А теперь попробуйте все проколоть, а у нас более 170. Представляете, сустав в нашем организме. То есть, а здесь мы одним употреблением питьевой гиалуроновой кислоты восстанавливаем все до единого сустава, плюс наш позвоночник, плюс зрение, плюс сердечную мышцу, плюс укрепляем наши все сосуды. То есть это профилактика лечения варикоза, опять же, да, подтяжка внутренних органов. Представляешь, у кого обучение матки, да, то есть это гинекология, это очень-очень важно для женщины молодость, да, изнутри, в том числе гинекологии. А это все хорошее для этого тоже, в общем-то, наверное, оргазм яркий. Интересно, на себя все это берет, да, увлажнение. И не надо пользоваться никакими дополнительными кремами. Это же очень-очень круто. Просто с одним употреблением питьевой гиалуроновой кислоты сколько вы всего плюсового берете себе. А главное, что это безболезненно, это не опасно, и это очень вкусно, да. То есть мы сейчас говорим о продукте, да, Кораллового клуба Билурон. То есть он представлен в жидкой форме. Это очень сладенький, вкусный сироп. Там две бутылки по пол-литра. Вот, то есть это литр питьевой гиалуроновой кислоты с хондроитиновым комплексом, за счет чего здесь мы получаем восстановление не только синовидальной жидкости, синовиальной, да, но еще и нарастает полностью хрящ. То есть за счет хондроитиного комплекса хрящевая основа восстанавливается. Причем даже если четвертая стадия разрушения суставов. Представляете, пятая – это уже катастрофическая, когда уже хряща нет, да, то четвертая стадия – это уже около 80% разрушения, но 20% все же есть. И здесь мы можем нарастить хрящевую суставы. В чем мне нравится уникальность нашего организма? Он – самовосстанавливающая система. Дай только из чего. Помоги организму восстановить этот строительный материал, да, и ты получишь себя нового. Это очень-очень круто. Поэтому, употребляя вот именно эту жидкую форму гиалуроновой питьевой кислоты, мы получаем огромные-огромные плюсы. Это и красота тургокожи всего тела, не только лицо, да, но еще и… Ага, тут звонок общий. Вот, и тут еще и тургер всего тела абсолютно. Представляете, насколько, опять же, классно, когда тебе хорошо за 40+, а у тебя кожа всего тела полностью как наливное яблоко. Ну, это же круто. Ну, попробуйте наколоться, да, то есть посчитайте, сколько это уколов надо в себе в сандалии, да и плюс-то короткого времени действия, да, что дает нам белурон. Белурон уникален тем, что он не просто всю синавиальную жидкость каждого сустава заменяет, но он еще пролонгированного действия, то есть он способствует выработке собственной гиалуроновой кислоты. Представляете, он запускает этот процесс восстановления. Вот в чем уникальность этого продукта. Поэтому, употребляя его курсами, а это профилактически два раза в год, то мы получаем себя совершенно нового, да, красивого полного здоровья. Вопрос девушка задала. Можно другое, то подешевле, а то этот дорогой. Ну, знаете, я всегда говорю так. Во-первых, в моем инстаграме я транслирую только то, что использовала сама, и мне помог этот белурон, эта кислота гиалуроновая. Про другое, про другие компании, про другой продукт я, в принципе, даже ничего говорить не буду, ни плохого, ни хорошего, потому что я их не использовала. Мне это неинтересно. Если вы считаете, что там 400 с чем-то рублей в день для ваших суставов – это дорого, выбор у каждого свой, правда. Но я могу сказать так, что скупой платит дважды. Вы можете купить любой другой белурон в 100-500 раз дешевле, но, как показывает практика, потом не рано покупать их много раз. Поэтому выбор за вами, какой гиалуроновой кислотой пользоваться, белуроном от Коралл Клапа или какими-то другими историями, это вообще абсолютно ваша жизнь и только ваша ответственность за ваши суставы, за ваше зрение, за вашу красоту, за ваше здоровье. Потому что я уже с тем учетом, что довольно, ну, недолго, ну, скажем так, полгода в компании, да, там чуть больше, и много с кем пообщалась, много кому помогла. Я сделала такой вывод, что людям, в принципе, нравится болеть. Им очень нравится болеть, получать жалость от всех вокруг, потому что вы здоровы – это взять ответственность за свое здоровье, за свою себя. Поэтому тут история такова, что нравится болеть – болейте. Никто вас не заставляет, никто вас не принуждает. Эти эфиры я веду для тех, кому надо. Кому надо, он услышит. Кому не надо, пройдет мимо, просто посмотрит на мои красивые новые сережки. Все, проблем вообще никаких нет. Вот. Поэтому мы не говорим про остальные компании, потому что мы их тупо не используем. Нам просто нечего про них сказать. Белурон – это та история, которая мне помогла полностью убрать все боли в травмах, которые были, и убрать те боли на лучевой терапии, которые возникли, я не могла уже даже ходить. А что такое там тринадцать с половиной тысяч в месяц для того, чтобы убрать все боли? И с мая месяца по настоящий момент у меня не болит ни один сустав, ни одна мышца, ни одна связка, ни одна косточка, ничего. Ну, для меня, ну, как бы, это стоило того. Для пробы нету меньших грамм, потому что нет никакого смысла в том, чтобы пробовать там 10 грамм, вы все равно никакого эффекта от этого не получите, будет только разочарование в продукте. Поэтому тут, как бы, ну, здесь никто никого не заставляет, если вам в душе отвлекается информация, вам она нравится, и вы готовы посмотреть составы, изучить и так далее, мы это, я как бы, все скину, это не проблема, все изучите. Этот эфир я веду именно информационно для тех, кому надо. И, то есть, у меня боли были такие, что я не могла ходить, я думаю, Света помнит, как я звонила и говорила, что два года я не готова терпеть, что сделать. В итоге был такой путь проделан, и, пожалуйста, я сейчас его скажу, а ты его, пожалуйста, прокомментируй. То есть, я пила коралловую воду, я пила магний, который стоит там, что-то около 1000 рублей, по-моему, я уж не помню, ну, там, большая банка, наш магний. 1200, да. Да, 1200, и получается один курс белорона. И через три недели, три недели, не два года, три недели, у меня прошли абсолютно все боли, и в уже имеющихся костях, и порванных, и зашитых связках, и в тех, которые были, потому что я, ну, правда, кто видел меня в тот момент, ну, просто плакали, потому что я не могла даже встать. А подсвет, почему так быстро все прошло? Вот здесь, да, задают вопрос, если в меньшей дозе, вот как раз тоже будет ответ получен для них. То есть тут ситуация какая? Сначала при употреблении вилурона идет вытеснение старой синавиальной жидкости, которая идет с воспалительным уже процессом, да, в суставе. Вот она вытесняется и заменяется на новую. И потом только на четвертой, пятой неделе идет выработка собственности инавиальной жидкости. Вот почему этот продукт как бы действительно работает, запускает совершенно тебя нового, да, и убирает воспалительные процессы в самом суставе. Вот в чем его уникальность. И опять же, если тема дорого, дешево, но не может космический корабль стоить, как запорожец, в априори не может, это другие технологии. Вот тут то же самое. Это высокое качество продукта, это высокая технологичность. То есть 20 лет был в разработке продукт, 20 лет посвятить разработке вот этого уникального продукта, и он сделан в Германии. Вот невозможно сделать. Причем около 280 абсолютно разных научных изысканий. там было огромное количество этого продукта, именно проверенного на животных, на людях, на спортсменах. То есть представляете, какая там разработка, какие научные труды. Но как он может стоить дешево? И для вот той ценности, которую он несет, он очень дешевый на самом деле. Очень дешевый. Я всегда говорю, когда ценность продукта... Я всегда говорю, когда ценность продукта выше цены. Вот да, кто в теме суставов, особенно коленных, либо бедренных, они знают ценность этого? А какое количество людей умерло от операций? Потому что идет воспалительный процесс, потому что идет несостыковка вот этого искусственного сустава с нашей костью, да, идет воспаление, гангрена, дальше вообще лишается конечности, либо умирает от заражения крови. Вы посмотрите эту статистику. А теперь ответьте себе на вопрос. Но стоит ли рисковать этим, зная о том, что за 13 тысяч в месяц вы сможете себе восстановить сустав? Не идти на операционный стол с риском того, что вы будете подвержены, ну реально, опасности воспалительных процессов. Реально заражение крови. Или вы взяли за 13 тысяч литр ялуроновой кислоты, получили наслаждение и восстановили все до единого сустава, плюс свое зрение, плюс тургор кожи, плюс сердечная мышца, плюс полностью, абсолютно все кровеносное русло. Но скажите, неужели оно не стоит того? Да, конечно, стоит. И вы при получении таких результатов, вы скажете, что этот продукт очень дешевый на самом деле. Вам не надо лежать на операционном столе, вам не надо пить огромное количество препаратов, вам не надо платить за эту операцию и стоять в очереди. Вот просто вы это оцените. или тот ребёнок, который у вас в спорте, и может реально получить очень шикарные результаты, но разрушаются суставы. Поймите, спорт — это то место, где гробится всё. А если у кого-то... Ну, там назакаряют характер, но убивают всё остальное. Да, конечно. Вот просто поймите разницу. Или ребёнок в спорте получает результаты, он кайфует от этого, но при этом он не наносит вреда своему организму, он абсолютно здоровый. А тема спорта и разрушения суставов для меня близка. Мы так потеряли возможность большого спорта у моего сына. И в итоге ребёнок оказался на операционном. в столе. И слава богу, у меня чуйка сработала ровно за 5 минут до операции. Я её остановила. У меня ребёнок не прооперирован, мы просто ушли из спорта. И сейчас, зная вот эту всю, конечно, продукцию, мы всё полностью восстановили. Но лишились именно той возможности, чтобы ребёнок не прооперировали. Да. А вопрос был, как правильно принимать, да, господи, по утрам там просто пить. Мирный стаканчик, да и всё. Да, Мирный стаканчик 30 миллилитров. Всего лишь 30 миллилитров. Утром выпили и пошли как бы в своё удовольствие. Причём, так как он готовится в высоких температурах, то его тоже можно добавлять в утренний кофе, да, либо в утренний чай, если кто любит подсластить. То есть вы получаете с удовольствием, да, причём там минималка калорий, вы там никак на фигуру не пострадаете, вот однозначно. И можно при сахарном диабете. Если у кого вот сейчас вопрос, да, там есть инвертный сахар, продукт действительно сладкий, но там, по-моему, 2 или 4 хлебные единицы. То есть абсолютно спокойно. Я задавала вопрос производителю, мне сказали, что можно при сахарном диабете. Девушка написала вопрос, стоит ли пропить сразу 2 курса для лучшего эффекта. Наверное, зависит от того, какой изначальный запрос, но хуже точно не будет. Потому что я вот сейчас себе заказала бутылку снова и маме заказала. Ничего не болит, ничего не тревожит, просто хочу красивый курс. Да, 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 улучшить. Да, просто хочу красоту. Вот, Карин, опять же, понимая, да, ситуацию, вот то, что я сказала, к 60 годам всего лишь 10 процентов диалуроновой кислоты вырабатывается. То есть, чем старше мы становимся, тем больше подвержены наши суставы перетиранию. И дабы этого не случилось, вот лучше, как говорится, профилактически принимать меры, чем потом восстанавливать сустав. Лучше не допускать себя до состояния его разрушения, да, когда бежать уже к ортопеду. Лучше уже пить курсами и сустав поддерживать постоянно в рабочем состоянии. Это, опять же, ваша молодая походка, да, это ваш шикарный молодой возраст будет, независимо от вашего биологического, да, то есть, возраст определяется именно по тому, насколько ты гибкий, да. Есть уже там в 20-30 лет уже все суставы настолько скрипят, да, что там мама не горюй, там какая походка легкая, вот, или в 60-70 лет спокойно там передвигаться, да, и получать кайф от жизни без болей, каких-либо суставов, без палочек. Не знаю, что сейчас вопрос, перед применением, главное, что-то нужно принимать, наверное, отпечатка, стоит, я пила в день тройную дозу, вот, видите, у всех как бы свои результаты. Важно понимать, что она натягивает воду, и тут условия все-таки, лучший результат достигается при употреблении на ежедневной основе с увеличенной дозой нашу коралловую воду, да, биодоступную воду, то есть, чтобы на себя натянуло чистую воду, вот, и это ту воду, которая войдет в наши клетки, да, не та, которая будет стоять в мисленном пространстве колом в виде отеков, а та, которая войдет в нашу клетку, поэтому тут, конечно, условия все-таки очень важные для получения лучших результатов применения обязательно биодоступной воды, и в большей... Ну, это, наверное, один из ответов, почему у меня все за три недели прошло, потому что водичку я пила, пью коралловую постоянно, ну, конечно, я там не фанатик, понятно, если я прихожу в ресторан и моей бутылки нет, понятно, я выпью такой воды, это естественно, но, в общем, я, конечно, нахожу со своей бутылкой, в принципе, не вижу смысла этого не делать, потому что какой смысл покупать воду в магазине за 100 рублей каждый день, когда можно носить свою из бутылочки, и вот этот вот магний, и получается биолурон. за три недели у меня все прошло, это прям такой максимальный курс, ну, выбор у каждого за свой, нет противопоказаний никаких, нет абсолютно. Мне всегда странно, когда люди спрашивают, а можно мне гиолуронку, или можно мне коллаген, а можно ребенку, а можно бабушке? Я говорю, блин, а вашему ребенку и бабушке пить можно? А есть можно? Можно. Я говорю, так почему это-то нельзя? Все, что есть в твоем организме, данное тебе от природы. Почему ты считаешь, что конкретно тебе можно, а бабушке нельзя? То есть у бабушки что, другой организм, или другие клетки, или ты хочешь быть здоровым, а на бабушку, ну, как бы, не очень хочешь, чтобы он был здоровым. Ну, то есть это все есть в твоем организме. Пить гиолуроновую кислоту или коллаген, это так же естественно, как пить воду, есть еду и какать. Вообще самые красивые девочки хорошо какают. Вот эта история про то, что принцессы не какают, неправдивая, потому что чем меньше ты какаешь, тем больше у тебя прыщиков на лице. Так вот такого, говорит, интервью я смотрелась, ее внучка спрашивает, бабушка, а ты поедешь людей учить, что опять пить воду и какать? Она говорит, так, к сожалению, именно этому я и учу людей каждый день. Поэтому, что такое состав, мы ответили, откуда берется воля, мы ответили, что такое беларон, мы ответили, как я со всей этой историей справилась, мы ответили. Повторюсь, что я заказала его себе просто так, для профилактики, потому что два раза в год лишним не будет, тем более сейчас такая грандиозная на него скидка, что невозможно просто не заказать. Это классный подарок на Новый год, плюс я услышала историю, которую я честно не знала, о том, что твоего ребенка спасли от операции, и сейчас с этим суставом все хорошо. Плюс я показывала своим девочкам снимки, прямо вот ребенок, у которого вот маленький был составчик, и прямо на снимке, как хрящ вырос, прямо вырос, прямо вот вырос вокруг, вот это все хрящ. Это не сформированная головка бедра. То есть тоже огромное количество детей, рожденные с этим дефектом, потому что во время беременности маме не хватило строительного материала, из которого бы сформировались эти суставы у ребенка. Вот и всего лишь, то есть на строительство, как говорится, дома положено тысяча керпичей, в организме всего 500. Да, дом построят, только какого качества? Вот тут то же самое. И дети при таком диагнозе подвергаются ну просто неимоверным адским садомазохистским методам от врачей, да, то есть распирается головка сустава, дальше он садится на гипсовую основу, ходит, вот не ходит, а вот в гипсовой основе, когда ножки абсолютно прямые, находятся около года. Представляете, с какими, ну реально, проблемами сталкивается ребенок. Не ползать, не ходить, ни движения вообще нет никакого. Сустав все равно так не нарастает, это деформация, это потом сказывается на том, что у ребенка деформирована кость бедренная, да, соответственно, он с перекосом ходит, разрушается коленный сустав, и дальше понеслось. Либо инвалидность, либо, извините, ребенку курсами пропоили гиалуроновую кислоту, у него восстанавливается бедренный сустав. Ну стоит того, ну конечно стоит. Ну неужели вот эти два примера, да, они вот стоят, вот равновесные на весах? Ну конечно нет. Ну конечно же для любого родителя, все-таки здравомыслящего, да, хочется ребенку дать максимальное здоровье. И неужели оно, ну 13 тысяч, говорится, что это дорого? Когда мы с тобой вели первые эфиры, и ты говорила про психологию, я на самом деле в тот момент не понимала, о чем ты говоришь. Да. А сейчас, когда многие люди говорят о том, что я почитал в интернете и увидел плохие отзывы, я не буду пить, я говорю, не пей. Я там, мне там, кому-то там троюродной сестры моего репетитора не помогло, я пить не буду, я говорю, не пей. То есть я никому, ну как бы не навязываю. И в этот момент я реально поняла, когда не один человек мне сказал, что, причем они звонят там, тратят мое время, тратят свое время, что самое интересное, а потом говорят, я не верь, я пить не буду. Я говорю, окей, не пей. И я дальше разговор не продолжаю, там, не ругаюсь, ничего, это твой выбор. Но я сделала реально вывод, людям нравится болеть. Мы все знаем о болезнях, но мы ничего не хотим узнать о здоровье. И почему-то люди хотят другие действия, ой, другие результаты, но они не хотят сделать другие действия. И некоторые думают, что я тут как бы вру, там, или еще что-то. Ребят, камон, вы можете посмотреть, что такое, есть такой сериал, lie to me, обмани меня. И там по выражению лица, кистей, рук, очень показывается, когда человек врет. И это невозможно контролировать. Ну, точно не мне, девочке, там, я, конечно, уже не блондинка, но тем не менее. С моим уровнем интеллекта, я все время шучу, что я немножко глупенькая для таких вещей, невозможно это контролировать. И когда вы увидите, что мое лицо ни разу не дергается, мои руки всегда открыты к вам, это вы должны понять, что мне вас обманывать вообще нет, ну, просто смысла даже никакого. Ну, то есть в этом нет никакой логики, в этом нет никакой выгоды обманывать людей, ну, лично вот для меня. Поэтому выбор здесь за каждым. Хотите болеть? Болейте. Никто не будет вам мешать. Можете болеть, умирайте, умирайте дальше. Мне вообще не жалко, если честно. Я приняла решение, что я хочу быть здоровой, я хочу жить качественной жизнью, я хочу прыгать, бегать со своими, неважно, моими или не моими детьми, я имею в виду биологическими, по горам в 60 лет. Я хочу заниматься сексом со своим вымышленным, конечно, но тем не менее мужчиной. Я хочу качественный секс, потому что все-таки оргазм напрямую зависит, что там у тебя внутри. Я хочу красоту, потому что я хочу выйти замуж. И я хочу быть, в принципе, активной и здоровой. И именно это я пытаюсь транслировать людям. Если вы хотите другие результаты, сделайте, пожалуйста, другие действия. И есть компания, и есть продукт, который, бляха, помогает. Вот что бы я не... Как бы я не сопротивлялась там полтора года назад, как бы я не говорила, что я в это не верю, что это все бред, он помогает. И помог со всеми моими историями. И жить, знаешь, когда у тебя ничего не болит, это... Худительно, прекрасно, я вам скажу. Другого слова не могу подобрать вообще. Поэтому я правда очень хочу, чтобы люди услышали и хотя бы разобрались. Потому что я дала вот ответы сегодня, ну ты дала, на основные вопросы, которые мне задавали. Правда. А более там развернутое видео по Беларону я спокойно могу скинуть в каждом, в личный. В принципе, мы ответили на все вопросы, которые были в данном эфире. Эфир я сохраню обязательно. Свет, ты хочешь еще что-то добавить? Ну вот хочется в плане психосоматики, да, тоже обязательно сказать такую удивительную вещь. Я причина всего того, что со мной происходит. Да. Вот когда вы заболели, задайте себе вопрос. Вот до сознания, не просто как фраза, а до сознания, я сама создала себе эту болезнь, и для чего-то она мне была выгодна. Да. Поэтому вот просто проработав психосоматику, вы решите уже огромное количество вопросов. Причем не только своего здоровья, но и здоровья своих детей в первую очередь. поэтому будьте честны по отношению к себе, будьте открыты по отношению к себе, хотя бы, когда вы находитесь один на один. И ответьте себе на вопрос, ну все, настрадалась, наболелась, да, может уже хочется все-таки пожить другой, совершенно удивительной, уникальной, здоровой жизнью. Вот тогда эта информация для вас. Тогда вы действительно ее возьмете и, применив на себе, вы оцените вот то другое качество жизни, про которое сейчас говорит Карина. Лучше не уходить в степень болезни, да, уже глубокую. Лучше на протилактике, да, быть в здоровом, осознанном, красивом состоянии, вот полном энергии, наслаждаться своей жизнью, на полную катушку жить, понимаете, не страдать на полную катушку, а жить. Вот я желаю каждому прочувствовать именно это, поэтому вот здесь это скорее для тех людей, которые решили изменить свою жизнь, поэтому тут все только для вас. Однозначно. Ну все, Светик, побежали, это у нас через 20 минут другой наш совместный созвон там уже лидеры пишут и от него гомонятся. Спасибо тебе большое за этот эфир, я его сохраняю и вопросы в личной. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok